всем привет как у вас дела я сегодня просто не могу молчать происходят такие изменения про которые просто нужно говорить и нужно по-любому обсуждать и это неважно это будет вот в центре москвы у памятнику владимиру к язю владимиру у манежки или это будет дома на кухне я считаю что красиво до второе чтение в госдуме тут же подтвердили бенсе инициативы против решкова можно только одно сказать она конечно когда-то было молодцом все супер молодец но лучше бы организовала с рогозиным еще одну делегацию как-то экспедицию куда-нибудь то подальше и пусть нас собой бы забрала просто забрала бы с собой путина просто 20 лет 20 лет и он хочет еще столько же пробыть у власти мы все адекватные люди мы молчим мы это все терпим мы терпим что доходы у нас снизились что нет бизнеса не среднего класса любой бизнес который ты откроешь он по-любому либо сгорит потому что покупательской способности нету либо его отожмут эти 5 денег на расчетники останется нормально все все это знают я не буду об этом как бы сто раз значит вот вечером прихожу домой я понимаю такую вещь что реально наш социальный статус как демократическое государство он просто вот возможно может быть там ну может несколько дней может недели осталось и мы превращаемся просто в авторитарную монархию просто в авторитарную монархию и что будет непонятно потому что при сталине при сталине простите был коммунизм была вера был идеал простите и все знали во что верить и как верить и как верить не надо а сейчас непонятно что происходит прости господи это блядство это просто блядство бедная россия бедная страна бедные наши люди бедные наши пенсионеры я вот сейчас сижу смотрю прямой эфир другое мнение канал на ютюбе вот прям сейчас смотрите обязательно ребята молодцы они в теме всех этих вещей вот просто я считаю что люди должны знать и понимать что происходит стране и это не важно где ты сидишь что во владике сидишь в новосибирске там не знаю в омске в томске в деревне в глуши это неважно это коснется тебя и завтра и послезавтра даже тебя не коснется а детей коснется и чё делать куда бежать непонятно вот просто такое ощущение что у вас какой-то трэш идет просто не пойми куда я вот кстати видите да подготовилась на небольшие тезисы есть потому что я себе принципе не позволяла никогда политического контента никогда ну просто здесь уже молчать невозможно это просто то есть люди мы мы еще обмануты с тех пор когда у них была рокировочка между путиным и медведевым то есть люди ему до сих пор еще этого не простили а он уже лезет не пойми куда то есть если предположить даже еще и сока еще сроков 24 срока сколько сроков господи бедная россия я сегодня увидела расследование навального причем это youtube просто мне выдал в рекомендацию я не боюсь говорить я не боюсь показывать свое лицо геолокацию что такое срала я просто срала когда люди с высшими образованиями с языками со всеми делами с опытами просто не могут не просто не работа найти ничего не молодежь не постарше населения это просто позорище просто россия погибла на вот просто обидно неужели мой дед и мой прадед один подоржевом потерял ногу а второй по до подсум суммы под украл в украине у просто умер за это они просто они поднимались к пристрельным рвам вот за это за это уебище то есть наши родственники погибали за это блин это просто позор это просто это просто это просто жесть я вообще не знаю куда бежать что делать да я нахожусь недалеко от москвы не доехать ничего не стоит но я не поеду потому что там уже был повы там автозаков там три-четыре автозака какой-нибудь бэкап потом в моей записи на моем паспорте и что тогда может и потом смогу покинуть территория федерации в общем я не знаю молчать нельзя пропускать это нельзя просто я никуда про навального не сказала я писала в комментариях помогу под нтв что это пилорама это просто настолько низкая туалетная просто вещь просто низкокачественное что смотреть это невозможно никто нормальные люди это не смотрят этого киа саяна то есть а вот реально на киа саяне просто отдыхает и природа потому что у него отец был вот это был режиссер кстати можете посмотреть его фильмы и симоньян кто такая блять симоньян ебать то люсю антера блеслое простите пожалуйста просто и когда эти армяне просто реально дают нас бюджет дают распиливается навальный прекрасно это показал там просто даже здесь схема была не точная и даже все юрики юрицы составе этой схеме схемы тоже неполные суть от этого не меняется но никак вот так что я имею свою гражданскую позицию и просто так молчать умалчивать сидеть ровно на подце я не буду просто вот надо вообще флешмоб организовать знаете как вот одиночные пикеты запрещают полиция как бы ходит фоткает документы а надо чтобы каждый вот у кого есть устройство да неважно там она и оси на андроиде пофиг делаешь видео в любой точке неважно с любым плакатом и ставишь хэштег опубликуешь в соцсетях неважно instagram facebook пофиг и ставишь просто в хэштег путин уходи и все просто хочется чтобы у нас должен быть другой лидер должен быть молодой лидер который просто будет заниматься копирующим нам который будет заниматься продвижением россии на всех площадках а не так что мы сейчас сидим жопе из-за каких-то там роттенбергов и всех остальных мы сидимся в жопе прикольно вообще forever именно за это наши деды бабки-пробабки вот именно за это они и в тылу одни работали да другие эвакуировались а третье вот ура за за родину застали нафигачил ладно я всем желаю хорошего вечера и на другое мнение идите там не одна и такая всем пока а